Прошел год и благодаря чему можно уже сейчас сказать благодаря чему это противостояние было таким кратковременным и оно закончилось и что вообще в карабахе происходит сейчас ну благодаря чему это предстоит еще долго обсуждать анализировать наверное и счастливому стечения объективных и субъективных обстоятельств и очень умело проведенный прежде всего наверное военной кампании который повторю я азербайджан готовился все эти 30 лет хочешь мира готовься к войне наращивал и военный потенциал и технику и переоборудовал армию по новейшим стандартам и естественно благодаря воле народа сконцентрированные в этом самом понятии железный кулак потому что мы видели кадры когда из под обломков домов разрушенных бомбардировками находящихся за 100 километров от линии фронта в гяндже в борде в тертере люди были вытаскивались под обломков погибших детей своих близких и прижимая груди кричали господин президент только вперед то есть терпение народа закончилось все хотели одного вот когда было вот это продемонстрировано на деле единство народа власти единство президента и его команды единство военных и большая бесконечная любовь народа к военнослужащим когда было беспрецедентное количество добровольцев пошедших на фронт и были записи были очереди военкоматов стало ясно что азербайджанский народ как один если даже и умрет но никогда больше не отступит помните у меня в этой студии спросили а может быть а вдруг вы не победить я сказал так просто быть не может вы сказали почему я году не может быть там за нами наша земля за нами наша родина как в свое время люди сражались наверное за москву за сталинград наверное ну сейчас там сейчас чудеса происходят вы знаете потому что заминирована полностью была территория и территория была полностью разрушена и недавно вот наш президент выступал на саммите снг и вот но буквально три цифры не буду вас мучить многими многим количеством но он сказал что на освобожденных территориях за год и почти 30-летней оккупации разрушены почти все здания это можно перечислять там тысячи там библиотек десятки тысяч чего-то но нет ничего вот просто как бы земля вы такая вот просто выжженная земля агдам агдамский район губадлы и лачин ну практически разрушены все здания единственные две-три там два-три здания где размещались военнослужащие вооруженных сил армении из шестидесяти семи мечетей которые были на освобожденных территориях были на оккупированных на освобожденных сейчас 65 полностью разрушена интересно вот цифры шуша шуши армении разрушены 16 из 17 существовавших до оккупации мечети одна была оставлена на демонстрации толерантности и при это слова не мои президента при пособничестве так называемых специалистов из ирана была попытка представить ее как персидскую а все дома и общественные здания разбирались на кирпичи и продавались в армению и иран а что сейчас а сейчас вот у меня очень интересная летопись буквально четырех дней поездок президента с супругой на освобожденной территории он буквально каждую неделю ездить что-то там открывать что-то там реконструируется но что представляете за ингелан это еще до того как они с эрдуганом три дня назад открыли огромнейший агропарк и заложили основу там взяли ключи от физулинского международного аэропорта и много много других проектов за ингеланский международный аэропорт это уже оказывается второй международный аэропорт который будет уже на зангизурском коридоре закладка фундамента за ингеланской цифровой подстанции и открытие там какой-то киловольт и подстанции зангелан физулинский район заложены фундаменты автомобильной дороги физули агдам нового умного села разрушенного время оккупации заложен фундамент центра управления цифровой подстанции так значит центральный городской парк заложен фундамент физулинского мемориального очень многое смотрю это это понятное это невозможно узловая подстанция джебраильский район фундамент средней школы центральной больницы многоквартирного жилого дома но самое удивительная конечно увидела вот эту будущую дорогу который будет проходить значит физули шуша там дальше до акбенда до границ армении и дай бог благодаря политической воли с такой будет и руководитель армении пройдет она через мигри и пойдет дальше через них еще они в турцию там я видела строить этих туннелей там 62 километра только туннели накладывать 62 километра можете представить вы все это в горах вообще чудо какое-то вы вспомнили ну и логично что вспомнили про армению а как сейчас вообще отношения между два вашими странами ну отношениях пока особых таких никаких нет но я думаю что стороны потихонечку потихонечку находят стороны соприкосновения и главное что армения очень четко заявила на последнем заседании о том что саммит снг был что и армения тоже готова начать процесс дельмитации демаркации границ соответствии с советскими картами агент штаба ссср двадцатых годов вот и я думаю что если этот процесс будет начать то это будет начало к подписанию большого мирного договора которому пока армении не готова как я понимаю потому что мирном договоре прежде всего надо будет признать территориальную целостность двух стран а вы знаете что и самой армении и кое-кто за рубежом по-прежнему рассуждает о статусе нагорного карабаха а для азербайджана такого понятия попросту не существует ни вчера и не сегодня для нас этого понятия не существует по меньшей мере а сто лет его никогда не было были губернии до революции после революции был нагорно-карабахская автономная область составе азербайджана как вы знаете а восемь в девяностом году в 91 по моему верховный сад азербайджан ликвидировал с началом сепаратизма эту нагорно-карабахскую автономную область после освобождения весь азербайджан поделена новые экономические зоны и в том числе стал просто карабахский экономический район карабахская экономическая зона что думаете вы пишите в комментариях спасибо за просмотр до новых встреч спасибо за просмотр поставьте лайк и если вы не подписаны на наш канал то подпишитесь